Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера я сыграл на Гамблере в двух турнирах, и в одном из турниров мне удалось даже занять второе призовое место. Неплохо, я считаю. И, друзья, сегодня я с вами хочу поделиться двумя партиями с этих турниров, которые закончились комбинациями. Кроме того, хочу вам показать шлиф из слепой партии от молдавского гроссмейстера Мони Норреля. Итак, начнем, друзья, с партии миниатюры. Вчера в одной из партий мне выпала следующая жеребьевка. ЖФ4, ФЕ5, ФЖ3, ЕФ6, АВ4. Обязательные ходы. Тут мой соперник увидел, что он может выиграть шашку. То есть после хода БЦ5, видите, отходить нельзя, потому что черные отдадут одну шашку, заберут три. Ну и, соответственно, закрываться нельзя, потому что то же самое произойдет. Отдали одну, забрали три. Поэтому мой соперник оценил эту позицию как выигранную и пошел в БЦ5. На самом деле в этой позиции выигрывают уже белые. Они проводят неожиданную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют ЖФ4. Ну и теперь, как бы черные не били, они сами остаются без шашки. То есть если черные бьют сюда, мы играем в Ж5 и забираем три шашки. Отдали две, забрали три. То есть шашка лишняя. Если же черные бьют в эту сторону, мы бьем вперед. Ну и после того, как черные забирают шашку Б4, мы отдаем одну шашку и забираем три. Шашка у белых остается лишняя в любом случае. Вот так быстро мне удалось разгромить одного из своих соперников. Ну а теперь более серьезная партия. Вчера прошел турнир с финалом. То есть две минуты на партию плюс одна секунда за каждый ход. Ну и первое место занял литовский шашист под ником WM07. Второе место занял гроссмейстер Роман Щукин из города Санкт-Петербург. Ну и партия, вот эта партия между этими двумя соперниками, по сути, решила, кто из них выиграет вот в этом турнире. То есть белыми играл как раз шашист из Литвы, черными Роман Щукин. СБ4, БЦ5, ДЦ3, АБ6. Обязательные ходы выпали соперникам. Ну естественно, лучше всего играть БА5. Белые грозят связать фланг черных либо ходом СД4, либо СБ4. Роман Щукин здесь правильно играет АЖ5. Сильнейший ход. Ну и теперь сильнейшее продолжение за белых СД2. Ну и естественно, ЖФ4 нельзя играть, потому что так же будет партия миниатюра с комбинацией за черных. То есть черные сыграют БА7. После того, как белые побьют одну шашку, черные останутся с лишней шашкой. Так, естественно, играть не надо за черных. То есть в этой позиции лучше после хода СД2 играть ЖС6. Роман Щукин в этой партии сыграл ЖФ4. И после такого размена надо было бить на поле Ф4 с плохой позицией, но все-таки защитимой. А Роман побил в эту сторону, видимо, не посчитал варианты. И в итоге, обратите внимание, у черных 9 шашек, у белых 10. Роману пришлось сдаться в этой позиции. То есть ход ЖФ4 плох. Почему? Потому что белые бьют. Сюда, естественно, бить нельзя. Черные останутся без шашки. А после такого размена у белых есть очень сильное продолжение ДЕ3. Ну и здесь мне удалось найти все-таки ничью за черных после хода ЕФ6. Вот такие планы ЕД6, ЖФ6 или ЖФ6, похоже, ведут к поражению черных. После ЕФ6 ничья все-таки есть. Белым лучше всего сыграть СД4. Ну и черным лучше всего пойти БА7. То есть что хотят черные? Если белая сыграет АЖ3, мы разменяемся и грозим разменяться либо назад ходом СД6, либо вперед ходом СД4. На такое нападение может и ЕД4 даже вылезти с неплохой позицией. То есть белым в этой позиции лучше всего, чтобы не давать такие размены черным, лучше всего пойти БЦ3. Но черные могут упростить позицию вот таким разменом. И все-таки они могут здесь достичь ничьей. Белым в свою очередь лучше разменяться. Позиция кажется простой, но на самом деле она очень тяжелая за черных. Ничьей ведет единственный порядок ходов. Лучше всего сыграть СД6, то есть не давая хода СД4 из-за ДЦ5. Теперь белым лучше всего пойти ФЕ3 и на ход АЖ7 белые играют СБ4. То есть грозят следующим ходом пойти ЕД4, но и выиграть в этой позиции. Поэтому черным надо ставить колоночку, они угрожают выиграть шашку. Либо на ход ЕД4 таким образом выиграть шашку. Поэтому белым надо меняться назад. Теперь черные играют ЕД6 и после хода ЕД4 сильнейшего лучше всего пойти АБ6. Но белые продолжают свою атаку ЕФ2, БА5, ФЕ3, ЖФ6. В этой позиции белым лучше всего пойти ЖХ2. Теперь если черные нападают, белые размениваются вот таким образом. Ну и у черных остается единственная ничья в этой позиции. Такие размены уже проигрывают, такой ход тоже остается играть только ФЖ7. Теперь белые нападают, надо отходить. Белые снова нападают. И единственная ничья есть после хода АБ4. СБ4 или Ж6 ведет к выигрышным для белых окончаниям. То есть надо жертвовать шашку и играть БЦ3. Теперь белые играют ЕД6, черные СБ2, белые БЦ7 и черные ставят дамку. Теперь белые также ставят дамку и черные играют Ж6. И у белых есть два продолжения. Если белые играют ДЦ7, мы жертвуем шашку и проводим вторую шашку в дамке. Это окончание белым не выиграть. Если же белые играют более хитро, играют ДЕ7, то ходы черной дамки по большой дороге ведут к проигрышному окончанию для черных. То есть белые проводят вторую дамку и должны выиграть в этом окончании. Но у черных есть все-таки ничья. Если они в этой позиции не проводят ничейную комбинацию, то черные проигрывают. А ничейная комбинация такая. Надо отдать шашку, затем дамку. Ну и после того, как черные жертвуют дамку, они все-таки прорываются в дамке и достигают ничей. По сути, это единственная ничья за черных. Давайте рассмотрим, как могли выиграть белые в случае, если черные, допустим, играют ЖФ6. Тогда белые играют, прошу прощения, ЕФ4. Допустим, ЕД6 и белые меняются в центр. Теперь на нападение мы просто закроемся, затем разменяемся в центре и позиция белых будет выиграна. Если же черные играют АЖ7, мы играем СД4, Ж6, АЖ3, ФЕ7, БЦ3 и на ФЖ5 мы нападаем. Теперь черным надо закрываться. Белые играют ЕФ2, черные размениваются назад. Ну и после хода СД4 выясняется, что позиция черных уже точно проиграна. Если БА7, мы играем просто АБ2, ну и после СБ4 белые должны с лишней шашкой выиграть. Если же черные играют ЕФ6, мы снова играем АБ2. Ну и после жертвы и нападения белые закрываются, черные снова отдают две шашки. Вроде бы прорываются в дамки, но это окончание очень плохое, оно проигранное. Белые, видите, ставят дамку, отрезают черных от похода в дамки и затем сами проведут обе эти шашки в дамки и легко выиграют. То есть, друзья, мы выяснили, в этой позиции ход ЖФ4 за черных очень плохой. Лучше всего играть ЖС6. Теперь за белых плохо играть СБ4, потому что у белых зияет на поле С1 пустота, как видите, шашка А1 не может развиваться в центр отсталая шашка А1 из-за своего же коллеги на поле Б2. То есть, позиция белых будет плохая. Поэтому ход СБ4 я не рекомендую. Здесь у белых есть два хороших хода. СД4 и ЖФ4. Если белые играют СД4, то черным лучше всего напасть ДЕ5. Теперь ЖФ4 не дает преимущество белым, потому что, ну, опять у них начинает сказываться пустота на поле С1. То есть, такой ход не дает преимущества. Лучше всего здесь сыграть либо ДЦ3, либо ЖФ4. Если ДЦ3 играют белые, то черным можно уравнять позицию вот таким разменом. То есть, выбиваем сперва шашку Ф2, Бьем на Ф2, белые бьют на Е3, вынуждают как-то черных ослабить свой фланг, ну и черным лучше всего разменяться. В центр бить плохо, белые разменяются в центр и будут владеть преимуществом. Поэтому лучше всего побить на поле Ж5. Теперь белые играют АБ4, не дают черным поставить тычок из-за хода БЦ5. То есть, так играть нельзя, но черные играют БЦ5, и позиция становится абсолютно равной. То есть, на ход СД4 мы размениваемся, ставим тычок на поле Ф4, а если, допустим, белые нападают, мы размениваемся вот таким образом. Также с неплохой позицией. Позиция абсолютно равна. Если в этой позиции белые не закрываются, ДЦ3, а, допустим, играют Ж4, то игра может развиваться следующим образом. Черные бьют на Е5. Ну, после размена на Б6, видите, черные грозят поставить тычок и завладеть преимуществом. Поэтому белым лучше всего разменяться. Теперь черные играют Е6. Ну и на любой ход, в принципе, допустим, АБ2, черные размениваются. Вот таким образом. И позиция снова становится равной. Второе сильное продолжение за белых, это ход Ж4. Теперь черным надо играть Б7. Ну и тут белые играют СД4. Теперь черные играют Ж4, белые играют АЖ3. Получилась так называемая слепая партия. Ну и здесь, в одном из командных турниров, на Гамблере, мне удалось раздобыть шлиф от гроссмейстера Мони Норреля из Молдавии. То есть я играл белыми, эту партию проиграл, но проиграл красиво. И хочу с вами поделиться вот этим секретом. То есть в этой позиции у черных есть два хода. Либо АЖ7, как играют в 95 случаях, либо интересный ход ФЖ7. То есть это уже шлиф от гроссмейстера. После АЖ7 белые безраздельно владеют преимуществом и инициативой. То есть они жертвуют шашку, играют Ж2. Надо играть Е6. Белые размениваются. Надо играть АЖ5. Белые нападают. Надо меняться. Белые снова нападают. Черные отыгрывают шашку. Белые меняются. Атакуют по флангу. Видите, у черных одна шашка на фланге. На этом фланге 5. То есть позиция их хуже. Но все-таки ничья находится. АБ6, Б5, БЦ5. Белые жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамки. Но черные также жертвуют шашку. И тоже прорываются в дамки. Теперь белые ставят дамку. Черные нападают на шашку Е5. Надо отходить. Ну и лучшая ничья здесь более простая после жертвы дамки. Здесь ничья есть после хода на Д4. Но лучше всего вот таким образом за черных форсировать ничью. Черные пожертвовали дамку. Отыграли одну шашку. Белые грозят поймать дамку черных на двойнике. Ну и лучше всего здесь отдать две шашки. Такое двойное жертвоприношение сделать. И после хода Ж2 позиция становится ничейной. То есть даже если белые проведут вот эту шашку в дамке, все равно вот эта шашка белых А6 из-за шашки черных Ф8, она не проводится в дамке. Поэтому эта позиция абсолютно ничейная. То есть, друзья, мы выяснили, после хода АЖ7 черным, ну тут никак не выиграть эту позицию. Но интересный ход есть ФЖ7. Шлиф от Мони Норреля. Теперь у белых есть две возможности. Самый сильный ход ДЦ3 здесь. Ну, кстати, жертва тоже неплохая. То есть, если белые играют по аналогии, как после хода АЖ7 и, допустим, играют Ж2, то черные здесь уже жертвуют обратно шашку и играют ЖФ6. Лучше всего здесь разменяться ФЕ5. В принципе, с равной игрой. А вот после хода АБ2 уже возможны проблемы. Черные играют ФЖ5. И выясняется, что ход БЦ3 плох из-за размена СБ4. Ну и у белых остается связанным фланг. А ФЕ5 вообще проигрывает. Вот я именно так и проиграл. Сейчас рассмотрим эту партию. Единственное, ничья за белых здесь после хода ДЦ3. То есть, остальное все уже проигрывает. Я здесь разменялся. И Норрель разменялся назад. То есть, черные грозят пройти в дамки. ДЕ5 нельзя из-за АЖ7. Ну и белым просто неприлично, некуда прилично пойти. Если играть ФЖ3, размениваться, то черные выигрывают шашку. Отдают 2, третью и забирают 3. Затем выигрывают эту шашку. Это позиция проигранная за белых. То есть, в этой позиции остается единственный ход. АЖ3. Но черные все равно проводят комбинацию. Теперь уже такую. Белые бьют. И черные играют ЖФ4. Я здесь побил сюда. И черные побили на АЖ2. Позиция белых проигранная. Я сопротивлялся следующим образом. Я сыграл БЦ3. И напал ЦБ4. Здесь Норрель поставил дамку. И отдал шашку АЖ4. Теперь черные бьют на поле Е7. И видите, друзья, вот не будь этой шашки, да? Белые бы достигли ничей вот таким разменом. То есть, им мешает своя же собственная шашка. Теперь черные грозят поставить дамку на нижний двойник. И обрезать вот эти три шашки белых. Поэтому белым приходится играть БЦ3. Черные занимают двойник. Ну и лучше всего отжертвовать шашку. Но здесь белых все равно ждет поражение. ЦД4. Грозим поймать дамку черных. Но черные нападают. Надо отходить. И после хода ДЦ7 черные здесь легко выигрывают. То есть, на такой ход играем на Д8. Ну и на такой ход уже можно разменяться с выигрышем. Именно так победил гроссмейстер Норрель. То есть, в этой позиции, друзья, после жертвы выиграть могут, скорее всего, только черные. Но у белых есть хороший ход ДЦ3. Теперь, размен ЦБ4 за черных проигрывает. Эта позиция проигранная. У черных есть три продолжения. БЦ5, ЕД6 и ФЖ5. Но все они проигрывают. Если черные меняются на Ц5, здесь важно сделать за белых выжидательный ход. То есть, не надо торопиться в дамке. Мы выжидаем. Теперь черным, видите, ЕД6 нельзя из-за ЦД4. Размен также проигрывает. Потому что белые двойным нападением выигрывают. Надо закрываться. Ну и после такого хода черным опять некуда прилично пойти. То есть, как играть? В этой позиции остается играть и в Ж5. Теперь белые нападают. Черные меняются. И белые неожиданно играют ДЕ5. Ну и как бы черные не пошли, их позиция проигранная. То есть, грозит ход ЕД6. Если теперь черные нападают, ну, белые проводят вот такую комбинацию. Допустим, черные играют ЖД6. Белые все равно ставят дамку. Черные даже ловят ее. Но позиция все равно их проигранная. Лучше всего здесь разменяться и не оставить ни одного шанса на ничью черным. То есть, БЦ5 мы выяснили проигрывает. Теперь второй ход ЕД6. ЕД6 проигрывает из-за такого размена. Теперь белые играют СБ4. То есть, не дают сыграть БЦ5. ФЖ5 вынуждена. Ну и после хода БА3 и двойного размена, выясняется, что черные не могут занять поле Ж5. Поэтому они быстро проигрывают. То есть, если черные играют на Ж5, мы играем ЕФ4 и попадаем в дамки. Надо играть ЖФ6. Белые ждут. АЖ7 ждут БЦ3. Ну и на любой ход, либо так, либо так, отдаем две шашки и попадаем в дамки с несложным выигрышем. Остался нерассмотренным последний вариант. ФЖ5. На ФЖ5 лучше всего пойти БА3. Ну и теперь, видите, если черные размениваются, снова сводим к этому варианту. ДЕ5 с выигрышем. То есть, так играть за черных нельзя. А как остается играть? Если черные играют ЕД6, то мы играем АБ2. Ждем. То есть, БЦ5 уже нельзя. Остается играть ЖФ6. Ну, теперь мы снова сводим к предыдущему варианту. Ну и на любой размен играем ЦБ4. Ну и эту позицию мы уже видели. АЖ7, БЦ3. АЖ5, ЕФ4. То есть, друзья, мы выяснили. Белый играет либо ЕД2. И ЖХ2 затем. Черный играет ФЖ5. Белый все равно играет ЖХ2. И после хода АЖ7 белая игра ДЕ5. Создается позиция с большим преимуществом белых. Но в этой позиции черные еще могут достичь ничьей. К поражению ведет вот такой ход. БА5, ЦД4. АБ6, ДЦ3. Ну и на ЕФ6 и АБ4 черные проводят комбинацию. Но она ведет к поражению. Так, отдали. Побили. Можно бить, в принципе, и в эту сторону. Но более простой выигрыш, если бить в эту сторону. Черные проходят в дамки. И белые ставят еще одну дамку. Теперь черным остается бегать только по большой дороге. То есть, такие жертвы не проходят. Допустим, отдали. Побили. Ну и белые здесь должны выиграть. То есть, за счет чего? Белые играют дамкой на Б6. Черные бьют. Белые жертвуют шашку. Ну и ловят. Дамку черных с несложным выигрышем. То есть, в этой позиции жертвовать дамку нельзя. Надо играть, допустим, на Ф6. Теперь белые играют на А5. Черные ходят по большой дороге. И белые здесь жертвуют шашку. Черные бьют. И белые играют ЖФ4. Черные снова бегают по большой дороге. Ну и белые играют дамкой на А7. Теперь выясняется, что если черные играют на Б2, то белые выигрывают вот таким образом. Отдают две. Черные бьют. И белые легко выигрывают. То есть, у черных остается, по сути, единственный ход. Надо играть дамкой на поле Ф6. Но теперь белые снова красиво выигрывают. То есть, они жертвуют дамку. Надо бить на поле А1. Теперь белые отдают две шашки. Бьют на поле Ж1. Черные бьют. И белые бьют на А8. То есть, если бы черные побили на Б2, мы бы побили в эту сторону. Но так как черные побили на А1, мы бьем на поле А8. И после АЖ5, АЖ3 выясняется, что черные проиграли. То есть, в этой позиции ход ЦБ4 проигрывает за черных. Но все-таки, черные могут достичь ничьей. Надо отдать шашку в эту сторону. Белые бьют. И черные играют ДЦ5. Белые могут атаковать двумя способами. Либо и ФЕ5. Этот ход есть в курсе шашечных дебютов. Литвиновича, негры. А ладно, не буду повторяться. А если белые играют ЦД4, то черные проводят вот такую комбинацию. Теперь бьем на поле Ж1. Белым лучше всего пойти БЦ3. Черные бьют. И теперь белые играют БЦ7. Сильнейшее продолжение здесь, по-моему, ЖФ6. И теперь белые играют АБ4. Черным лучше всего поставить дамку. Ну и белые тут же одну из дамок черных ловят. Вот эта позиция ничейная. Но черным тут надо играть точно. То есть, лучше всего пойти дамкой на Х4. И белые неожиданно нападают на черных. Такие ходы уже ведут к поражению черных. То есть, все сводится к следующей позиции. Допустим, ФЕ5, БЦ5. Ну и, допустим, на Ж5 мы уже ловим дамку черных. С несложным выигрышем. А если, допустим, ЕФ4, ну уже здесь можно провести белым вторую шашку в дамке. Ну или на Ф8 лучше, да. То есть, а если, допустим, черный в этой позиции играет АЖ5, ну снова играем, допустим, БЦ5. То есть, опять нельзя ФЕ5 из-за такого хода. А на такой ход, допустим, белые уже побеждают следующим способом. Играем дамкой на А5. Грозим поймать черную дамку. А на уход, снова играем АЖ3. И белые легко выигрывают. То есть, в этой позиции черным остается играть только дамкой. Черные нападают на шашку. Д2. Белые играют теперь Б5. Побили. Побили. Теперь черные защищаются по линии двойника. Но белые здесь тоже могут поставить неожиданную ловушку. То есть, на ход G3, если черные пойдут на С5, мы играем на поле Ф4. И теперь черным надо защищаться по верхнему тройнику. А вот ход дамкой на Ф2 уже красиво проигрывает. То есть, белые играют на Д6. И теперь на уход дамки с линии двойника. То есть, видите, белые поставили угрозу. Так тоже нельзя. Надо уходить на А4. Белые неожиданно жертвуют дамку. И шашку. И выясняется, что оппозиция в пользу белых. Они легко выигрывают. То есть, в этой позиции надо играть на Е7. Ну и белым рано или поздно придется сыграть СД4. Тогда мы нападем. Белым надо закрываться. Черные отходят. И в этой позиции снова. То есть, если белые уходят, мы нападаем. Поэтому белым рано или поздно придется сыграть АЖ3. А после хода АЖ3 мы играем АЖ5. То есть, грозим зайти в люпки. И на нападение мы уже играем на А3. Ну и так, прошу прощения. На нападение мы размениваемся. Вот таким образом. Ну и после хода ДЦ5 нападаем. Надо закрываться. Ну и уходим на Д8. И партия заканчивается ничьей. Белые не могут здесь победить. Друзья, все эти варианты из слепой партии. Вот этой ходилки. ЦБ4, БЦ5, ДЦ3, АБ6. Я выяснил после длительной аналитической работы с программой Тоша. Спасибо Алексею Захарову, программисту из города Тольятти. И кроме того, в результате своего поражения от молдавского гроссмейстера Мони Норреля. Если вам понравилась моя работа, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Варианты на самом деле сложные. Есть о чем, как говорится, поговорить. Отвечу на все вопросы. До свидания.